Мы находимся в святая святых Калужского машиностроительного завода в музее. Как будто попал в другое время. Здесь хранится экспонат, к которому можно прикасаться, но с трепетом. Это не просто символ или предмет гордости. За каждой ворсинкой бордового бархата стоит жизнь человека. Гости, которые бывают в музее, прежде всего спрашивают, за какой труд во время войны именно машиностроительному заводу было присвоено на вечное хранение это знамя. Каждый год наши кадеты выносят знамя ГКО, и для меня честь тоже принести его. Я преклоняюсь перед подвигом заводчан, которые работали во время войны. Электрослесарь по ремонту контрольно-измерительных приборов. Разве может такую должность занимать хрупкая женщина? Светлана Васильевна выполняла эту работу в течение 30 лет. Я горжусь тем, что работала в коллективе, и при том я работала в чисто мужском коллективе. Было очень приятно, было и легко, и легко работать. Помогали всегда, несмотря на то, что, как всегда, все ломается, все рушится в какой-то непредсказуемый момент, и всегда взаимовыручка была. Выйдя на пенсию, наш сегодняшний проводник не распрощалась с любимым предприятием. Она стала председателем Совета ветеранов, занимала пост в течение 7 лет. Многих участников Великой Отечественной войны знала лично. Я много лет работала вместе с Марией Степановной. Когда я увидела ее на стенде, она такой скромный человек, что мы даже не знали, что она участница Великой Отечественной войны. Она была в течение всей войны в санитарном поезде, медсестрой, спасла многих. Начинается война. Часть работников завода уходит на фронт. Многие остаются в тылу, чтобы выполнять оборонный заказ. Сегодня мы будем говорить про их подвиг. 29 сентября немцы совершают авианалет на Калугу. Становится понятно, что оккупация неизбежна. 3 октября издают приказ об эвакуации машзавода. Говорят, что переезд хуже пожара. Но дело в том, что это был не просто переезд. Было необходимо провести экстренное перебазирование всего промышленного комплекса с возможностью запуска производства на новом месте, а иногда и в процессе эвакуации. С точки зрения организации, это невозможная операция. По крайней мере, так считает Гитлер. Комендантом эвакуации нашего оборудования заводского был назначен Константинов. В три дня, представляете, в три дня нужно было отгрузить. Обстрелы и бомбежки не прекращаются. Несмотря на это, рабочие из завода круглосуточно грузят станки на платформу. Им помогают жены и дети. Домой никто не уходит. Все спят и едят в цехах возле костров. Среди них и комендант Александр Константинов вместе с тремя сыновьями. На нем лежит колоссальная ответственность. И 6 октября, спустя всего три дня сборов, первый эшелон отправляется в Красноярск. Если что-то кажется невозможным, значит вы чего-то не знаете. Сейчас уже известно, что СССР удалось спасти промышленность благодаря тщательному планированию. Например, уже в 1939 году в восточных районах страны начинается строительство двойников крупных заводов, будущих площадок, где разместятся предприятия, эвакуированные из приграничных зон. С июля по декабрь 1941 года было перебазировано 2593 предприятия. Среди них был и Калужский машиностроительный завод. Правда, каким бы безукоризненным ни был план, его должны реализовывать люди. Ради выполнения этой задачи заводчане рискуют жизнями. Никто не знает, куда прилетит снаряд. Блинов должен был уехать последним эшелоном. Но случилось непредсказуемое. Начали уже подходить немцы в лифт, как к Калуге. И снаряд попал на завод. Ему приедали ногу, травмировало ногу. Его отправили в Грюстинскую больницу. Семья Николая Блинова уехала в Красноярск. Он должен был последовать за ними, но не смог из-за ранения. Разделяется и семья коменданта Александра Константинова. Трое сыновей из Калуги отправляются на фронт. А он вместе с последним эшелоном едет в Сибирь. И в Красноярске была лютая зима. В это время завод приехал, прям располагался на снегу. Станки и выпускали эти пушки. Станки разгружают в чистом поле, на 40-градусном морозе. Крыши над головой нет, греются у костров. Уже 7 декабря, как только удается подключиться к электросетям, начинают изготавливать мины, снаряды, пушки. Смена длится 16 часов. Или до выполнения нормы 100 пушек в день. Работали безотказно за скудный паек, за 700 грамм хлеба. И люди знали, что брака не должно существовать в их продукции, потому что иначе пушка не выстрелит. В это время в Калуге немцы пытаются наладить ремонт паровозов на машзаводе. Для этого хотят выяснить, где спрятано оборудование, которое не успели вывезти. Но никто не сдает им эту информацию. Не сумев наладить ремонт, оккупанты взрывают цеха и сжигают здание завода. 30 декабря Калугу освобождают от захватчиков. У Николая Блинова, который в последний день эвакуации попал в больницу, даже не успела зажить нога. Уже 5 января он на костылях возвращается на завод. Стали они восстанавливать завод в какем об этом? Работали в три смены. Ночевали в холодном цеху, восстанавливали станки. В это же время начинают приходить первые платформы из Красноярска. Возвращается и комендант Александр Константинов. Его средний сын приходит с фронта без руки. Но это не мешает ему продолжить работу на заводе. Несмотря на лютый январский мороз, железнодорожники откапывают в снегу детали и инструменты. По зернышку собирают необходимые детали для восстановления завода. В феврале 42-го года Машзавод выполняет первый заказ. А уже в апреле в полуразрушенных цехах организован ремонт боевой техники и танков. В мае 42-го года германские войска наносят ряд тяжелых поражений Красной Армии. Вермахт продвигается на восток, к Сталинграду. Фронту нужно больше техники, больше оружия. И в мае 42-го года Государственный комитет обороны объявляет соревнования среди заводов и предприятий по отраслям. Каждый месяц ведется подсчет произведенной продукции. Победитель получает переходящее красное знамя. 23 сентября на Машзаводе митинг. Кулужанам впервые вручают почетную награду. Конкуренты у нас серьезные. Тамбовский, Тульский, Люберецкий, Муромские заводы. После начала соревнований каждое предприятие увеличивает количество выпускаемой продукции в полтора-два, а иногда и в три раза. А теперь умножьте это на 326. Именно за такое количество знамен велась борьба в 42-м году. Общими героическими усилиями Толовикам удается увеличить помощь фронту. В войне наступает переломный момент. Но соревнования продолжаются. Оказавшись в Калуге, переходящее знамя ГКО больше не покидает стены завода. В период с 42-го по 45-е годы Машзавод побеждает 22 раза подряд. С 46-го года это знамя по заданию нашего НКПС, это Народного комиссариата путей сообщения, было передано на вечное хранение Калугскому машиностроительному заводу. После войны Николай Блинов получает медаль за добросовестный труд в Великой Отечественной войне. Он проработал на заводе 45 лет, был награжден орденом Ленина и удостоен звания почетный железнодорожник. В его архивах хранится более десятка рационализаторских свидетельств. Александр Константинов проработал на заводе 53 года. Его дело продолжили дети, их жены, внуки и правнуки. Общий семейный стаж насчитывает более 200 лет. В 1967 году Александр Павлович был удостоен звания почетный гражданин Калуги. В честь династии Константиновых названа улица. Мы рассказали истории двух заводчан, но знамя ГКО – это память обо всех героях. После войны 1046 работников Калужского машзавода награждают медалью за добросовестный труд в Великой Отечественной войне. Сегодня мы вспоминаем и учимся. Дети, которые здесь стоят, ребят, вы подрастете и придете сюда работать. Директор вас приглашает. Нам нужны хорошие, умные, талантливые, честные, порядочные люди. Какое счастье, что вы пришли. Спасибо вам. В этом и есть преемственность поколения. В этом году завод «Калуга-Путьмаш» подал документы на присвоение предприятию и его коллективу почетного звания трудовой славы Калужской области. Я считаю, мы как никто в Калуге достойны этого. Вы со мной согласны? Будьте, Боже мой, значит, так оно и будет. А как забыть? Как забыть миллионы людей, которые погибли, защищая нашу Родину? Как забыть тех, которые замучились за стенками? Как забыть тех, которые голодали в Ленинграде? Как забыть Сталинграде? И сегодня вновь ребята наши воюют там. Девять человек наших сегодня воюют там, защищают. То, что мы с вами сегодня можем дышать, сегодня можем работать, сегодня можем смеяться, улыбаться. Как об этом все можно забыть? И когда мы это с вами не забудем, мы всегда будем чтить, мы всегда будем помнить. Воспоминания очень тяжелые. Я уговаривала очень многое. Просила прийти и рассказать о своем участии, что они помнят. В памяти у них очень многое. Но прийти сюда, уговодавление, по физическим причинам они... И говорить нам это очень сложно. Музыка. 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 Этот праздник нужен ветеранам, но еще больше молодым, чтобы они, глядя на это знамя, понимали, какие поступки могут сделать их непобедимыми. Субтитры создавал DimaTorzok